Салоник. Этого российского киллера, на счет у которого десятки убийств, в том числе, ликвидации криминальных авторитетов, преступника, совершившего три побега из-под стражи, считает легендой преступного мира 1990-х годов. На основе похождения Александра Салоника, он же Валерияныч и Александр Македонский и прозвище за умение стрелять одновременно с двух рук, написаны книги и сняты художественные и документальные фильмы. В чем же была уникальность этого наемного убийцы? Несостоявшийся милиционер Салоник действительно учился в Горьковской высшей школе милиции, куда поступил после службы в армии, но через полгода бросил. К слову, именно за время военной службы будущий киллер и получил навыки спортивной стрельбы, которые потом ему очень пригодились. Неудавшийся милиционер пошел зарабатывать копанием могил на кладбище родного города Кургана, где на тот момент трудились несколько крепких парней – Андрей Калигов, Олег Нелюбин, Виталий Игнатов и Павел Зеленин. Именно эти люди впоследствии составят костяк печально знаменитой курганской преступной группировки. Наемный убийца. Начало первое свое громкое заказное убийство киллер совершил в июне 1990 года. В Тюмени застрелил лидера Ишимской преступной группировки Николая Причинича. До этого Александр Салоник успел дважды бежать из-под стражи. В первый раз когда его судили за изнасилование, второй – после повторного ареста, скрылся через канализационную систему Ульяновской колонии, не отсидев выткой два лет. С конца 1990 года наемный убийца минус штатный киллер Курганской ОПК, Салоник ежедневно ездит на работу в столицу из Орехова-Зуева, где живет по поддельным документам. В апреле 1993 года около дискотеки у лесца из карабина Симоновым был убит один из лидеров Боуманской ОПК Валерий Глугач – «Глобус». Побег из матросской тишины в очередной раз Александра Салоника задержали в октябре 1994 года на московском Петровско-Разумовском рынке. Киллер прямо в комнате милиции достал автоматический пистолет «Глок-18» и застрелил трех милиционеров и частного охранника. Пытался скрыться, отстреливаясь, но был ранен в почку. Салоника поместили в известный следственный изолятор «Матросская тишина», где киллер начал признаваться в совершении едва ли не всех резонансных убийств того времени. Как рассказал один из адвокатов наемного убийцы Алексей Завгородний, Салоник взял на себя порядка 20 убийств. Арестованному якобы внушили, что чем больше признательных показаний по эпизодам ликвидации преступных авторитетов он сделает, тем мягче будет обвинительный приговор. Правда, по утверждению второго адвоката киллера Валерия Карашева, подследственный в итоге все же отказался от своих первоначальных показаний. Дело Салоника насчитывало 30 криминальных эпизодов. Доказано, к примеру, что киллером в 1992 году был застрелен приемный сын легендарного вора в законе Вячеслава Иванькова, Япончика, влиятельный вор в законе Виктор Никифоров, Калина, а в 1994 году, лидер бауманской опы Владислав Ванер, Бабон. В июле 1995 года Александр Салоник совершил то, что прежде никто не смог сделать. Ему удался побег из матросской тишины. Помог засланный казачок Минус-1 из надзирателей СИЗА, сержант внутренней службы Сергей Меншиков. По одной из версий, служивого специально внедрила в изолятор некая влиятельная преступная группировка. Другое предположение сводится к подкупу, якобы коллеги Салоника заслали охраннику полмиллиона долларов. Так или иначе, с помощью принесенного Меншиковым альпинистского снаряжения киллера его спаситель выбрались из здания СИЗА. Меншикова через несколько месяцев убили в пригороде Афин, есть версия, что к его смерти был причастен тот, кого бывший сержант спас. Смерть вместе с Мисс Россия-96 после побега Александр Салоник скрывался в Греции, где проживал под именем Владимира Кисова вместе с известной фотомоделью, манекенщицей московского агентства «Речь Старс» и финалисткой конкурса «Красоты Мисс Россия-96» 22-летней Светланы Котовой. И кали его не только российские спецслужбы, но и братва. Есть версия, что силовики знали о местонахождении киллера, но их греческие коллеги не спешили выдавать наемного убийцу. Якобы Салоник был завербован греческой контрразведкой с целью получения информации о русских опках в Греции. В феврале 1997 года трубы задушенного Александра Салоника и расчлененное тело его подруги Светланы Котовой обнаружили неподалеку от Афин. Впоследствии было установлено, что обоих убили члены Ореховской ОПК, шоу передел сфер влияния между преступными группировками. Все причастные к убийству киллера с течением времени были установлены и на сегодняшний день осуждены по разным статьям. Кто же он был на самом деле? Бывшим адвокатом Александра Салоника Валерием Карышевым написано несколько книг о киллере, подготовленных якобы на основе бесед с самим наемным убийцей. К слову, ни Карышев, ни мать киллера, видевшие труп убитого преступника, не поверили, что тело принадлежало именно Салонику. Живым его считали и некоторые преступные авторитеты. Александру Салонику приписывали и принадлежность к мифической сверхсекретной правительственной спецслужбе «Белая стрела», сотрудники которой якобы негласно устраняют особо опасных криминальных авторитетов, успешно уклоняющихся от уголовной ответственности. Бывший начальник Мура Виктор Голованов считает, что киллер номер один Салоник минус это всего лишь образ, созданный журналистами. В реальности наемный убийца был обычной рядовой шестеркой. Кроме того, научно, при помощи анализов ДНК, доказано, что найденный в Греции труп принадлежит именно Александру Салонику и никакой тайны в его гибели не существует.